Вы мне расскажите, как часто у вас такие потопы бывают? Еще сильнее, еще сильнее. И сараи заполнены, все были завалены, все под дом подошло. Полные полы под погребом, полы, воды в хате была, вода. Полз гнив в этом году я меняла, комнате одной меняла. Там в комнате это благо то, что у нас высокие полы, но когда коснулась, то вот так, по пояс в подвале вода. Банки ловила, сбирала, доставала. И они говорят, ничего страшного, серьезного нету. Для них ничего страшного. А в прошлом году приезжал коммунхоз? Никто не приезжал и никто не явился, никто извинения даже не попросил. Помидоры, все овощи, все пропало, ничего мы с огорода не взяли. Ходила потом, просохла, ходила, бегала, искала помидоры, где купить, что посадить. У них помаду помидоры, они торгуют. Хотя бы приехали, спросили, что у вас пропало, что, хотя бы продали подешевле, помидор. Ну а в этом году комиссия выложили, когда в интернете этот ролик. Приезжали к вам? Ну и что они приехали? Они от себя сослались в то, что этот ливень прошел. Я им говорю, хорошо, вот мы стоим, повернитесь налево. Мы так стоим, повернитесь налево. Шел дождь, он буквально полчаса шел. Была вода, шел. Я думала, цветы-то и яблони затопить. Но однако сюда дождь переставь сюда-туда. Этот дождь уступил, прошел. А до этого дождя у нас не затопленный огород был бы. А то покрыто полностью, все. Ничего не видно было. Из бочки пошла вода? Да, из бочки пошла, снизу пошла, пошла. А потом и через верх пошла. Через люки пошла, по бокам и все. Пошло, полило. Никто ее не смотрит, не ухаживает, не ремонтирует. Мы сами все тычем, тычем, забиваем сами. Что можем, то делаем сами. Так а причина это в бочке какая-то или в чем? Или это конструктивная какая-то ошибка? Они вам дали какой-то... Если так разобраться, по сути, тут не столько дело в бочке, как они неправильно все это эксплуатируют. Дело в том, что где что забьется, они ссылаются на дожди. Их засорят там, то-то, то-то и все. Они перекрывают. Видишь, на римзаводе мы делаем ремонт, делаем тоже бочка забитая, такая самая. Но то на римзаводе эта бочка упадает в другую КНС-ку. Там в римзаводе, возле сельхозтехники, там КНС-ка есть. Я ему ответила вчера, Млинчику, я эти ваши КНС-ки все знаю. Все знаю, где они стоят и все. Так, скажу, она в ту КНС-ку. А зачем вы нашу бочку, которая с города идет, ливневка, все идет, вы перекрыли. Она туда не пошла, на КНС-ку эту центральную, а с города вода. И оттуда напор. И вот фонтан пробила бочку, пирки кругом, и через верх пошла вода. Ну, один насос работал, но не успевал откачивать. А один насос, а он не успевал работать, откачивать. Дали приказ, жалобы поступили, она сказала, ничего подобного, качайте одним насосом. До тех пор, покуда я не побежала, в попыхах я туда еле шла, еле забежала. Просила, молила человека, включи, пожалуйста, спаси нас, вот мы потопаем. Сколько можно это терпеть? Никто никаких мер не принимает. И что в итоге? Сделали дурочками нас. Они правы. Ну, а вас пострадали все соседи, вот здесь угол Первомайский, Актемская? Ну, конечно, все вот тут, все, 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 не только это. Отсюда пошло все, и на всех соседей. Это еще счастье, то, что я была дома, как раз тот момент, вышла в дома. Пришел мужчина, знакомый, бежал, ехал велосипедом, говорит, я мокрый. Говорит, то же такое, говорит, думаю, заскочу, тебе посижу, пережду. Ну, говорю, сиди, скажу, зайди в коридор, а потом я пошла в хату, одеться теплее. Он говорит, иди, посмотри, что у тебя делается, что у меня делается. Огород уже плавает. Глянула, все, и тогда уже, а так бы тут и до туда, и до того участка плавало бы, все, кругом бы плавало. Даже вот этот пожар, кажется, туда до пожарки идет, и все, затапливает. В прошлом году так было затоплено все.